Сначала миссии Ну что таки стартует? Этот матч, почему? Возможно для тех кто в эфире, так долго? Для тех кто повторяю, я что в смысле долго я открыл видос, что ты мне тут начинаешь говорить Ребята, ну просто там перезаходили, пока человек с работы разрешался В общем такая вот тема Но есть таки начало, первая карта метро Неприятно сейчас для господ из мухоморчиков А именно таково название в переводе Аммонита Мускари Так вот переводят, ребят, против Бегри Как уже было звучано на метро Ну и вот здесь, ребят, все вроде как надо раскрывается Ну посмотрим, пока что 3 в 2 И можно еще, конечно, мухоморчикам здесь придумать Да, что-нибудь выкрутиться, как-то поспорить с соперником Но там идет поджим от Кельманджаро, который сейчас выйдет в спину Раполеон скорее всего погибнет, даже не от его рук, а от рук загара секса Остается план в соло против троих соперников на карте Ну ладно, будем поглядеть, как говорится План пытается проходить через синий верх Вероятнее всего информации по нему не будет Он здесь довольно-таки тихо себя ведет И его банально не могли услышать Редлайн чекает все-таки периодически еще перемещением Но вот под Иваноча как раз пройти было бы Ай, как вкусно Проверит ли он Редлайна План? Право, посмотри Ну уже на испуге Ну, как-то вот так вот Ну, задумался, походу, Михаил Ну, надо включаться Кстати, некоторые, может быть, подумают, что я добавил Господа-мухоморчики Это уже господа, как с уважением Мухоморчики, это перевод Если что, загуглите Мы недавно тоже, как раз-таки, когда не знали Решили проверить, что же это такое Просто, когда меняли название на трансляции То, однако, Твич такой Ну, там бот должен был ответить, что, типа Да, поменял, Илюха, спасибо Не, он не ответил Я такой, что, в смысле, нельзя Что-то не так написано, что ли Вот, начал искать Вот, для общего опознания Кстати, я же менял Сейчас название, как раз, увидел Ну, да, F5 возьму Да То есть для вас, ребят Для вас еще ставки открыты Напоминаем, напоминаем Дупов-то нет Но счет 9-9 никто не отменял То, что было, к примеру, в предыдущей катке Ну, и также, соответственно, может быть Ну, 6-6, да, самое минимальное Где? Ну, и все соответствующие счета Поэтому, ребята, не сбиваемся Ставим Вот я вижу, сори, бот, я вин Хе-хе, 11-8 поставил Не, такого не может быть Поэтому, сори Ну, пока ты этого слышишь Пройдет уже сколько времени А именно, 2 минуты 10 секунд Такие дела Ребят, спрашиваю, что за музончик Так он играет из плейлиста Который вы можете Попросить у ботика Бот вам скинет Но, конечно, вам не нужно Нужно не просто писать, что Бот, дай музон Где играет А написать Восклицательный знак Музыка И вот он скинет ссылку Ну, или просто перейти На мою страничку ВКонтакте Там в статусе крутится Тоже сможете послушать Правда, да, задержка Поэтому, понимаете, вам нужно Быстро определяться Вам нравится треки или не нравится? Нравится? Да все, иди Смотри ВКонтакте крутится все Так что так Так В чатике опять же вопросик Вот я не понял Активировал код бабочку Достал и в инвентаре ее нет У тебя, скорее всего Да, как и у всех на данный момент Проблема с отображением То, что пишется в лаунчере Не совсем точно Ищите у себя в инвентаре Либо нож бабочку Либо карабин Либо купон 10% Здоровья Ну вот так вот Кстати, знаю одну полезную штуку Которую могу прямо сейчас сделать Где у меня вкладка? Это триллион вкладок Вот Контент на канале Значок Это, ребята, я говорю про ютубчик Прям при вас, так скажем Конечно, можно было это и в другое время сделать Но это нативная реклама Того, что вы можете зайти и посмотреть Все, что интересно вам В качестве киберспортивного составляющего Что происходило недавно Даже есть повторочки, да А именно Гранд-финал кланового турнира Это все в доступе для вас Там не все дни, там конкретно Гранд-финал Но можно посмотреть И вот прямо сейчас я занимаюсь чем? Это вчерашние дни Так, что тут? BTSQ играли? Да, против Ревенант Картиношка есть Плейлист Летняя подтасовка А, Катыш, подожди, ты старый Может была уже однажды Летняя подтасовка, ребята Посмотрим Плейлисты Ну, кстати, молодец человек Который подумал, что это реально Плейлисты, это же тут удобно Удобно Да, есть у нас плейлист От 25 июля 20 года Последняя запись Ага Ну давайте название будем придумывать Я предлагаю летнюю подтасовку 2 Хорошо Оригинально Как же ты силен Да Как же я хорош Пожалуйста, кто-нибудь Ну, Максимка знает предложение Так, ну что Где у нас там затерялся пятый игрок? Давай, давай, давай Возвращайся Что в чатике есть? Понял, спасибо Не за что Ставники сделаны Ставок больше нет Кстати, на самом деле Я такой сижу и думаю Летняя подтасовка у нас уже была Что за название придумали? Плейлиста Ребята, плейлиста Ну, с одной стороны Можно просто Да, да, туда писать Там летняя подтасовка Майская Пропиши просто год, да и все И тут можешь плейлист переименовать Поставить там Летняя подтасовка 2020 Это летняя подтасовка 2021 Можно И приз Получает Максимка Что за приз? Спасибо Ай, классно Люблю Спасибо Класс Всегда это важно Как говорит Энный человек Благодарность Это благой дар Понял о ком я? Нет Ну, на самом деле Так, подожди Сокращение БХ А-а-а Это ты перевел, типа? А, или что, на русском? А, да, на русском Есть озвучка Я что-то Просто привык уже На инглише Это все дело Слышать С одной стороны Хотя играю на русской озвучке Странно Ну, есть Странно, но факт Знаешь, что ты сказал? Бесконечность не предел Стэтхам? Нет Соберись Живи Хилься Не умирай Ты нам еще нужен Это только что была водичка Вот Спасибо, ребят Спасибо Ты был выключен С микрофоном На трансляции Или нет? Нет Ладно Тогда, может быть, ребята И слышали то, что слышали Слышал я А ты Водичка вот эта То, что, да Проникала Да По каналам В общем Проникала Это Бесконечность не предела Говорил господин Базлайтер Вот Откуда История игрушек Спасибо, Илья Очень важно Ну вот Полное погружение Ребята Вы сейчас в атмосфере Представляете Все картинки Ну, говорить-то он говорил Но фразу-то по-любому Стэтхам придумал Вопросов никаких На самом деле, кстати Жду видос какой-нибудь Где реакция будет Стэтхама На то, что Как вы себя чувствуете? Вот Будучи человеком С кого орут Так скажем Или с кого Есть Мы-масики Бесконечные цитатки Это все про вас Был бы я Стэтхамом Я бы сказал Хорошо Все Все Господин Стэтхам Вы немногословно Но Ваше мнение Ушли Спасибо Ваш звонок Очень важен для нас Такой-то, конечно Перец Так Создайте плейлист Летняя Потасовка 22 21 Это доступ Создать Поехали Там, собственно, ботик вам скидывает потихонечку ссылочку на наш дискорд канал Друзья, не забываем присоединяться к нашему дискорду Опять же напоминаем то, что все турниры Arena for Game В ближайшее время уже полностью перейдут на проведение в дискорде До этого использовалась спецсвязь как скайп Сейчас это будет, ну, специальная же связь Для того, чтобы проводить турниры Пишут Илюха под кайфом Да нет Но просто видишь, тут пошла тема Говорят, спецсвязь Я сразу предстал Рация Пш-пш, прием Первый, первый, я второй Так что вы можете заходить Там потихоньку общаться Есть комнаты для того, чтобы вы играли Ну и также присутствуют отдельные текстовые чаты Для проведения конкурсов Там же, к слову, появляется информация и о трансляциях Во вкладочке стрима вы можете зайти и посмотреть Когда, где, что, зачем и почему Оповещение к вам в любом случае прибудет Ну а у нас, друзья Возвращение пятого игрока, судя по всему Не предвидится Да нет, ну там есть газировоч Но газировоч ждет в холодосе Вот А поэтому так-то друг комментатора Это водичка, стоящая рядом Для того человека, который вообще много говорит, к примеру Потому что пересыхает Пересыхает ваши каналы И нужно как-то увлажнять Я, кстати, не уверен, что все это слышно было, допустим, для ребят Потому что там, ну, разные настройки Но у меня это было катастрофически забавно Катастрофически забавно? Хорошо, мне нравится Так, ребята Ой, уже кто-то лайк поставил, ничего себе Это я говорю о том, что Появились записи BTSQ против Ревенант Вчерашний матч И также Хом Тайгерс против Аммонита Мускари Которых мы надеемся увидеть и сегодня Но пока что-то не выходит Так, опа Интересненькая пошла Уважаемый судья Мы ждем команду Да-да-да, ну вот, ребята, понимаете, что я уже читаю Команда Бегри получает предупреждение За задержку матча Если в течение двух минут пятый игрок не зайдет То пусть начинают вчетвером Только странно Теперь нет Господ из Аммонита Мускария Жду ответного сообщения, так скажем Ага, да Ваш заданок очень важен для вас Для вас Для нас надо было написать Там просто я зачитываю сообщение из чатика Так Ну все Ну я время с пользой провел, ребята, а вы? А мы что? Ну мы слушали, как вы тут, это Как ты, тем более Что, ты вообще сам не слышал о себе? Хорошо, ладно У вас есть другая возможность, ребята Сейчас Копировать, вставить Вы понимаете, о чем я? Забирайте Это Я, кстати Подожди, а что тогда Вот написано Здоровье плюс 10 Допустим Столбики я потрогал И это Здоровье плюс 10 Да А что? Они просто называются все У меня они по-правильному подписаны Я только Скорпионы не переименовал Еще с прошлого А так У меня не все подписаны Ну это, я понимаю, в карабинчике отображение У ребят в лаунчере Это бабочка На всех кодах отображение бабочка А, понял Я только что связался И завтра эту тему пофиксят Поэтому не переживайте Но сегодня так, как есть Самое главное То, что нужные девайсы до вас доходят Остальное не важно Ну да, вот, ребята Замечательно Так, ну и что? Команда Бегрипп успела получить предупреждение? А? Мухоморчики Пока в четвером и все Не продолжают Команда Бегрипп успела получить предупреждение? Да, ты не ослышался Еще раз Команда Бегрипп успела получить предупреждение? Которая ждет сейчас, да Ну как-то так вышло Ну тут просто Ну Писал Капитан Команды Мухоморчиков А то, ну где? А что? А что так долго-то? Это подожди Это было в 27 минут Это, наверное, про то, как они Перед началом матча Именно больше за эту паузу речь идет Я просто сразу же на время не глянул Ну вот, факт есть факт Я сижу, думаю Так Команда Бегрипп, которые фуллстаком сейчас сидят в лобби Получили предупреждение За что? В смысле? Где? Когда? Сделано так, чем я согрешил Чисто судья такой пришел Не знаю, настроение плохое Тебе предупреждение! Тебе предупреждение! Ну я... Бан! Все! Ничего не знаю Такие дела Такие дела Мы живем в суровых реалиях Начало миссии Победилась синяя команда Я очередной крашу мать Я уже даже задался вопросом Смотрю просто что-то на рейдинг А что, они раунд сыграли что-ли? Да Ну мы ждем Хорошо Хорошо Спасибо, кстати Мадемуазель Элли Которая Дала Это что? Что-то на улице? Что за? Чего? Там не что-то звук какой-то И кряхтит вот это Это просто ловит Предусилок И усиливает этот звук Я понимаю, что Некрасиво звучит Ну вроде ушел В общем Дала перевод и помощь В том, чтобы Добавить в раздел Язык Более корректное Более Начало миссии Красивое Выражение Чтобы люди Которые пишут Не на том языке А официальный язык На трансляции Ребята русские Вот Могли ознакомиться И понять Что конкретно От них требуют Вот так Тут Наконец-то Продолжение матча И выход уже через семерку Где Плайсола на контакте Ооо Загарные С фризмайном Там шансов не оставляют Мираж конечно Разменялся Но недолго музыка играла Недолго Прайер танцевал Еще один минус И Для команды Бегрипп Это 2-0 Счет на табло Не получается Не получается Пока что Открыть как-то Счет для себя Команде Амонита Мускари Но в любом случае Я думаю что Найти пути Решения проблемы Они должны Кстати Вчера С их участием Как раз таки Был матч Где 6-0 6-0 В разные стороны Просто разыграли Пожали ручки Разошлись Будут ли спидранить Здесь и сейчас Стрэнджер Открылся на миража Был очередной минус Но это уже Размен Дэниэль Хокки Пытается открыться С Икса Но его здесь Перехватывает Загар Был очередной минус Плана на Флай Соло Тут как тут Сайгетсу погибает 3 в 2 Можно еще попробовать Атаки разыграть Суфетом того Что КП еще Позволяют бороться Но открытие Флай Соло На Рафаэлеона Приводит к погибели Рафаэля И остается План 1 против 2 Была информация Что он где-то Под вентиляцией гуляет Сейчас он смещается На Икс И это слышал Редлайн Он уже ждет И здесь Иваныч Просто перед лицом пролетает Я думал он сейчас Собьет Редлайна Но ты посмотри Какие тайминги Неудачные для Михаила Иваныч вроде как Его перегородил Он только забил Вообще Мониторить ситуацию С палаток Пошел дальше на Икс Иваныч проезжает И к нему оппонент Заходит в спину Здравствуйте Приехали Это 3-0 Здравствуйте Приехали Это ровно как раз таки Про Иваныча Здравствуйте Приехали Вот так вот Сейчас куда с Ну а под пуск Пока что ничего Ременяется В игре Аммонита мускария Раскидутся поежки Когда друг друга Разменяли Что забавно Хорошо Пытался Стрэнджер петлять Но планы По затылку Дал все таки Дэмэдж И убил Иваныч Вот сейчас По путям Отрежет Файлай Соло Он дай Я просто даже Затраил Немножко на секунду Потому что Смотришь за человеком И начинаешь Относить на Переживать Тому что А вот Ну сейчас Ну сейчас Вот это Вот это Ну пока не задаем Раунд Получили для себя Господа Мухоморчик И вот он и есть Первый зажегся А где первый Там и второй Как говорится Начало миссии Ну как говорится Это говорится Ну как будет На факт Посмотрим Ну что Ребята Дропаются На П1 И в принципе Это все повторяет То что мы видели В предыдущем Ну они закинули Бигрипов Пока что Миша А ты посмотри Он под Иваныча Хотел сократить Дистанцию Флайсоло Но в конечном итоге Сайгетсу Поменял уже Перемещение Ушел попросту С Икса На спуск И И И Нет Серьезно Флайсоло Вспоминает Со слезами То что Нет купона На самом деле А если бы был Но он бы уже Разминировал Ну да Кстати Нередки были случаи Когда Вот по данным образом Минировались бомбы Было дело Я сейчас Кстати пока видел Когда поднимался Игрок Через Спуск Ночнее по спуску Поднимался наверх Представил как будто Он идет уже как раз Ну мне сначала Показалось бы Что бы он вообще По вагонам Идет Ну вот было бы Кстати забавно Может быть Как с собой Сёрфер Какой-то И Не знаю Бегать по вагонам Ну это кстати Для корейцев Ну что Я сейчас помню Помнишь Максим А ну там вроде Про метро речи не было Сейчас ребята Те кто слышит Обще ничего не поняли Что я сказал Но это Про приложение Для изменения карты Которые могли бы быть Вот И кажется Было бы прикольно Да Чтобы можно было По вагончикам Сверху прыгать Так Это 2-4 На табло Я думал А где еще тот раунд Но он был давно Тогда еще ребята Сколько вот помните Сидели в лобби Вот тогда был Один раунд Сидели в лобби Аманита Наглядывает выход Через 7 Накидывает дэмэдж Но есть ли информация По Хельманжаро Который находится в упоре Его пытались Подловить Но Хотел сказать Что нет В какой-то момент Хельманжаро просто Не справился Со стрельбой И позволил Сыграть на размен Сайгетсу Один в один Стрэнджер Пытается взять Уже Трипл килл Для команды Но троечку Отдавать конечно Не хотелось бы Аманитому скорее Ни при каких обстоятельствах Но Стрэнджер Даже не подозревает О том Что оппонент У него в спине И план должен этим пользоваться Да Минус есть И раунд Также для аманитому скорее Но это неприятно Для бигрипов Потому что Отдали сейчас Сопернику Третирант в атаке Очень неприятно Потому что Ну там ладно Там допустим Два раунда пойдет Что-то более похоже На дефолт Вот Ну окей А этому не сказано Конечно рады Сами Мухоморчик Ехали дальше Пытается по П2 Пробраться Сейчас Даня И заходит На два боков Практически Но нет Не дали Закрыл Кельманжаро его Открыти На Б путях Рафаэль вообще В СП Спешит на помощь Мираж Но Они все были Просто расстреляны План последний Информация не есть Так точно Что там Его сопроводили Огнем Но Да Конечно Через все Подобные стенки ХП уходило Просто Мизерно Окей Кельманжаро Кстати Идет помогать плану Хочешь Клач На Одного Убил Но Выпишет Ууууууууууууууууууууууууууууууу Макс испытал удовольствие от д д ФУ за фугаса safer больше он эмоции повторил ну там был такой щепетильный момент конечно же вот 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 уже разминирую а бомба не сгорит время уходит информация обновилась загара по нему пачка залетела но еще два соперников живых остались забрал план а вот 53 но как я озвучил соревнования не так уж и приятно для игры победила синяя команда как бы до 53 но не на метро на кт-то стороне которую сами брали все что нам неприятно первая половина здесь сто процентов с проблемами вышло для команды бигриф и сейчас абсолютно все остается в руках команды нам они там ускария для того чтобы переворачивать уже на полностью карту в свою копилку и переходить ко второй только может быть атака будет действительно настолько подготовлена в исполнении бигрифов мы видели уже их на метро и неоднократно еще и в ходе прошлого сезона они здесь отыгрывали и были неплохи ну так выбирают для себя игру слады то понятное дело ну там где-то снизу в основном на метро то она так ну окей ну я просто пытаюсь представить ну здесь бигриф ну так глобально вообще три дефолт на три дефолтные стратежки это спуск с выходом на внешнюю и спуск с выходом на внутреннюю и соответственно ну игра по семерке как бы да есть еще по 2 некоторые кстати вот недавно так получилось что человек спорил с другим я был как бы нейтральным лицом и в общем смысл был такой по 2 у этого человека никогда не было в пули позиции которых он озвучил для него всегда были краски я горю и в общем один спорил с другим один говорит то что такой инфы вообще никогда никто не давал а другой говорит наоборот никто никогда не говорил краски то я потом вот как раз таки ну как бы да нейтральное лицо но я сказал ребята и то и то было вот кто как называть ребята вы как п-2 или краски но краски как бы да тоже можно говорить но ребята там получается краски 1 краски 2 что-то типа такого что там что там что тут палатка ничего на самом деле начало не другие старые названия еще со времен господина негатива сейчас перемещение будет на x и здесь амонита мускария сразу же принимает решение играть в дальней дистанции за икс они не борются но с агетту это не мешает сыграть на first blood и погибает стрэнджер первым делом а далее выход на fly соло fly соло одолел в перестрелке своего соперника это был тот же сай гетсу и ситуация выровнялась по игрокам 4-4 родлайн смещается сейчас на вентиляцию под а плен здесь план в соло пытается отстаивать свои позиции норов или он у него на подмоге в вентиляции заметил редлайна добить правда не удалось оставил ему один процент здоровья пусть живет но родлайн такое такую щедрость может и не оценить сейчас вернется как даст по шапке рафалиону и на этом все закончится но выход уже есть под мороз план попытается принять соперника на выходе к нему прилетает хаешка это был смоук возможно под смог и еще стоит ожидать осколочную ребята как-то столпились в районе морозилки и сидят просто ждут какого-то контакта какой-то возможности и вот эта возможность граната fly соло достигает расплох плана и они продолжают закидывать только гранатами а плен здесь целый багдад еще несколько хаешек на выход появилась информация по миражу но от гранаты уйти он не сумел минус от загара минус от fly соло и все-таки переворот под аплантом свершился долго мариновали своего соперника долго думали куда пойти зачем пойти но в конечном итоге нашли брешь и ударили по ней от флайдолла квадрокилл в ходе этого раунда бигрипы открывают счет второй половины но и здесь кажется попытались дать понять команде амонита мускария что не будет легкого гейма для них да может быть первую половину мы отстояли не в лучшей форме но на второй биться готовы стрэнджер сразу же перехватывает смещение с айгетсу они уже занимают внешку и пытаются душить по всем направлениям но с другой страны позволяют проходить монета мускария потому что они играют закрытую и соперник волен делать что хочет принципе рафель и кстати для плавки стрэнджера но здесь как раз таки застанут готов был открыться загар и если бы не соперник точнее тиммейт простите то он это сделал бы сам и сейчас проблемы с ну наверное стоит ребятам попытаться начать открыть ну что сейчас закрытые два раунда в поражении неприятно вот так вот но в разумеется опять на решение ребят просто маячит раунд который выведет минимум на речу ребят близится еще это не факт того что они забирают смотрим разбегаются сейчас мы узнаем открытые или закрытый но больше похоже на открытый перестрелка а вот и погибает сейчас мираж неприятно снова в обороне нужны фраги в размене садится находит минус по флай соло но более никто не открывается да не топает загородную перестрелка в опоре но быстро выхватывает оружие да не открывает чё загорода также сайгитсу еще один фраг находит план поддерживает вот уже один климанджаро остался против двоих инфа пока то есть это точно ну я представляю что ну план же там в вагоне так на тот момент если что вот такая информация есть вот под собрались не сразу начиная играть в открытую начинает набирать неплохо играть закрытие просто она так скажем тяжело если не заходит вот что сейчас в принципе есть потому что вы позволяете ходить по всей карте сопернику а если не получается сдержать ну тут как бы вот и да в том я и говорю что тяжело но опять же пытаются бегрипы сейчас зайти на икс там закидывают периодически хаешки куда-то полетел рафа ли он до вселяного в ролевольного художника этот парень может себя конечно проявить но в этот раз его не просили подобную дерзость выход был на икс не прочекали там дэниэля до последнего загара застали врасплох и ликвидировали 3 в 2 пока что бегрипы в преимущественной ситуации по игрокам но сайгетсу быстро решает этот вопрос погибает редлайн очередной репик на сайгетсу минус флай соло остается килиманжаро соло он знает что соперник где-то разгуливает в районе а плента это снайпер сайгетсу который уже похоронил двоих его тиммейтов попытается килиманжаро безусловно отомстить но будет ли месть настолько сладкой он проходит сейчас в а плент где собственно сопротивление не встретит ему может быть почему может быть ему позволят поставить сайгетса с синего верха работает и мониторит просто ситуацию в вентиляции и его тиммейт план ответственный сейчас за выход б плента вероятнее всего за а плент как таковой не переживают ребятки из аммонита мускария что не смогут его условно как-то ретейкнуть или еще что-то позволяет сопернику пройти и поставить но килиманжаро сам не верит в подобный подарок он проверяет все позиции до последнего и видит снайпера как минимум этим мувом он сейчас засвистил свою позицию но это был лишь вопрос времени если бы он не открылся на сайгетсу сразу же поставил бомбу в любом случае информация по нему бы присутствовала после обновленной инфы по сайгетсу отошел обратно под бомб сайт поставил фугас и теперь уже пытается играть от культов у него остаются еще осколочные хаешки это очень важно одну гранату он закидывает на выход сайгетсу осталось еще одна по моему да он свапал автоматически девайс нет раз он не схватился за гранату во время аркады соперника вероятнее всего не было почему-то мне показалось когда он кинул хаешку он начал доставать вторую и после этого поменял оружие но может быть показалось ладно это уже не столь важно важно то что команда аммонита мускария смогли провести ретейк для себя но для них это по-прежнему не лучшее продолжение данной карты на сильной стороне соперник ведет на качелях и это неприятно так это просто так скажем продолжить слово насильная сторона так выразился ну да насильная значит новую смысле сильная страна не насильная буду здесь есть некоторые насилия потому что библи то что хотел я как раз таки к этому выражению добавить но реально они просто пробираются с боем находя враги кстати вот и есть жатва для иваныч минус по плану находится 4 в 2 и вот но тут два окна как неприятно да ё-моё но вот такая вот особенность боемланки вы не можете стрелять через два окна поэтому приходится нужно заблаговременно большому счету вот как-то это все дело разбивать но это просто бы не позволили сделать там досадиться бы но это время просто неоткуда находить понятно надежда была на то что соперник просто не поймет растеряется где же и вот он еще один раунд который не дает начало миссии диктор на месте диктор сообщает все в порядке куда дальше попытается сыграть бигриф и паритет на себя они уже добыли выйти для них на икс пока что не составляет труда как показала практика стрейнджер вместе с трэдлайном хоронят одного за другим но вот вопрос как они будут распоряжаться позиции икса пойдут ли по направлению внешки или же все-таки вновь попытается добраться до аплента дэниэль хоккей находит минус по загару правда размин моментален и 3 в 1 да есть родовый игрок это флай соло и 2 рейдженных игрока насколько это поможет с айгетсу он сейчас играет с с к 20 10 очень неплохой девайс он кажется в каких-то моментах нет до ценен с уроном в 30 он просто должен сейчас хоронить двух рейдженных соперников и одного родового это уж сто процентов но не предусмотрел перемещение родлайна у него была информация как минимум по двоим но вот третьего упустил из вида и собственно это упущение для него стало фатальным еще один раунд для бигриб и эта карта за ними и будут переходить ребята к второй здесь самое важное наверно как-то пока что оставить ее но неприятно потому что ну провально большому счету вышла оборона для аммонита мускаря но зато в атаке неплохо набрали те три раунда что начиналось конечно для них прекрасно но вот опять же темка такая вот досадная что там у нас поставником наверняка ты уже смотришь посмотрим нет я еще не смотрю я жду когда ребятам потребуется слот потребуется ли он вообще первый так ну кажется что не требуется пока что никто не пишет ребята уже в боевой готовности карта прованс почему я сказал ой-ой-ой-ой вчера мы с вами видели команду аммонита мускари которые играли как раз таки на карте прованс и тогда получилось не лучшему а подожди почему не лучшим лучшим образом для них а вот на деловом центре возникли вопросы и проблемы прованс у них определенно готов так что бигриппом здесь стоит ожидать довольно уверенный отпор от соперника и скорее всего скорее всего игре ты наверно подгонечить придется может быть не исключено но опять же мыслью всегда томим надежду о том что команды следят друг за другом команды смотрят дэнки команды готовятся под своего соперника но если этого не сделали бигриппы то здесь их ждут неприятные сюрпризы но не знаю просто вот ну я пытаюсь вспомнить свое время ну лучше наверно посидеть поиграть да во многом вы будете права потому что это вроде как будет профит но с другой стороны изучать соперника тоже профитно потому что ты можешь знать какую-то особенность ну как бы переиграв между собой триллион матчей хотел сказать даже триллиард но тоже было бы уместно в принципе в общем 21 век позволяет теперь играть и смотреть телефон дана пожалуйста если у тебя нет второго монитора а если сперва монитору да ты царь и бог там 95 на бигрипов denis 710 стоил обратись ко мне в личные сообщения вконтакте если не знаешь куда писать то спроси у модераторов они тебе помогут либо у ботика либо в описании вариантов у тебя масса выбирай который больше нравится ну а тут по истечению минуты бигриппы пока что обрабатывают только подход к бэп ленту но никак не выход работа еще идет через мид там находится родлайн вместе с загаром и у родлайна уже будет первый контакт это дэниэль и явно эта встреча ему была не по душе а дэниэля ферст блат загар смещается сейчас под арки но для выхода с арок ему потребуются тиммейты которые только-только выходят на зигу есть информация что дэниэль рейжен и где-то там разгуливает в районе кухни и плюсом ко всему заметили еще плана который открывался на склад бэп лента но накинуть урона по нему не удалось но тем более минусы естественно тоже не было загар вернул как вернулся вышел через арки посмотрел что там происходит под бэп лентом понимает что ему нужно сдерживать а возможно и ломать смещением но на рапеле он закрывает флай соло и добирается до жизни стрэнджера загар пробежал но насколько этот проход от него будет профитен мы видим с вами один фраг и далее сайгетсу вырубает соперника так что 1-0 а монетам ускари открылище начало положено да 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 этот был таким интригующим стоит ли нам с 10 ждать 6 0 да не играть на поджиме сейчас флай соло а он его заметил хаишка летит уже при фаре много штаны вы должны зареги да потому что там очень много баррикад назовем это так которые как раз позволяют выворачиваться от подобного урона оки-доки по фрагу сделали минус айгетсу со стороны обороны вот монетам ускари и в атаке флай соло убеги убит такие дела да нет а есть еще фраг горит могу загаром закрыл еще три живых кстати неплохо ты ребят забайсов смотрю я думал ставки открыты уже там я даже не посмотрел в час минуту прошла я думаю ладно кинул счет но джаз как бы в тандеме сыграно неплохо все нормально дай пить в нем да но не запланировано если что ребятки сами виноваты будьте внимательны тренируем вашу бдительность на трансляциях арены фогейм была попытка сыграть через длину редлайн на 63 кп у него осталось вернуться в мид попытался на здесь его опять же рафаэль и он встретил минус и остался килиманджаро 1 против двоих да уже против двоих был против троих добрался до рафаэль иона можно попробовать под б-плэн сыграть на здесь план довольно тихонько так сидит он слышит слышит направление соперника кто там куда там зачем там смещается не сразу же покидает игру ковров килиманджаро еще не верит то что ему просто так достался этот плэн пошел чекать секрет и план все таки вернулся не знаю не знаю килиманджаро очень сильно повезло план мог еще немножко посидеть но видимо решил разведать обстановку и получил по голове мираж надо переворачивать все на себе килиманджаро уже близок тому чтобы брать клач 1 в 3 бомба установлена и килиманджаро пытается играть на таймер мираж сразу же развернулся и пытается разминировать бомбу вылетает хаешка сносит основной холлсбар миража репик неудача килиманджаро в сэйве и как же он манси и опять две хаешки которые были сохранены спасают жизнь килиманджаро его команде на 11 на таблом хорош минсаб начале удали не помогли в итоге то команде забрать этот раунд а вот бигрика да и в частности килиманджаро сделал красиво вот так вот задается вопросом рик санчес что за прикол дарит эта комната находится время в режиме уникального чата и сообщение которое вы пытались отправить не является уникальным но тебе твич как раз таки сам уже я ответил по сути тебе как раз таки да и тем кто возможно не недоумевает и не поняла что написал здесь твич это то что когда вы ставите ставку то примеру ваше сообщение там 10 7 на кого-то и другой человек то решил тоже поставить 10 7 на кого-то но вы одинаково написали совершенно понимаете то есть ваше сообщение не уникально в одинаково написать соответственно когда подобное повторяется твич уже такой так это похоже на спам не нравки удалить поэтому чтобы подобного не было можете допустим написать там 10 7 не тире а пробел через пробел пример ну или . поставить там в конце того что написали в середине все равно будет понятно на кого вы поставили там не знаю матхаус условно говоря мы поймем поэтому бдите так скажем на этой теме все так все дэнель хокки пытается повторить свой успех при выпаде на пробеге redline попытался его встретить закинул смоки обменялись хаешками любезностными родлайна сгоняются насиженной позиции причем они вдвоем друг другу хаешечки закидывают и вдвоем их и выйдет без каких-либо вопросов ладно на б-плэнт опять кажется начинает свое шествие они уже вышли на зигу но в зиге собственно не встречает сопротивление с дома никто не пытается накидывать там урона никто не пытается поджимать как-то выход бетона и так далее все по дальней дистанции обрабатывают для себя игроки вот хотел сказать матхаус но нет монета мускария и куда выйдут сейчас раскид хае одна хаешка осталась на крыше вторая долетела по адресу но опять же не забрала жизнь раполеона выход на плай соло получает хаешку многие и вовремя среагировал дэниэль который открывается с кухней уже двоих закрывает с собой можно третьего а можно говорит почему бы и нет я бы и четвертого съел но вот хп немного не хватило redline отправился отправил своего оппонента на отдых до следующего раунда и сейчас ждет кто следующий пойдет к нему на поджим рафалион вместе с агет су очень биты там 12-13 процентов здоровья надо быть немного поаккуратнее этим ребяткам но вот план потихоньку пошел уже на разведку что там на зиге происходит должен был слышать redline и сейчас да 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 он определенно выходит по его душеньку но тайминги их немного разводят рафалиона не смущала в принципе эта ситуация да там мало кп но я в позиции вопросов никаких не имею прилетает минус и очередной раунд для монеты мускайя окидоки 21 но тут здание до делать большой пласт работы на самом деле вот эти фраги не остаются без внимания ну да в одном из раундов а именно взятом как раз любит лип который есть сейчас эти фраги однажды не принесли пользу стараются ребята эти вопросы закрывательницы попытка в очередной раз пробивать бы сайт с одной стороны интересный момент а почему не а тоже там заколдовывается немножко позиция суре и рафаэль был битвы передать снова находит фраги по пешке он рулит это походу даня главный повар я не знаю повар спрашивает повара какова твоя профессия я поджимающий господин поджимающий 1 2 сейчас остался был 3 идет по данным но так как он не палец на этой позиции по идее у ребят должно закрадываться где-то там не наверно по доплайн бежит ну и мираж прав сейчас царе стрэнджер лишь проверить ли плент нет походу не проверит и что что-то знает просто это я прям подходит у тебя откуда инфа джинджи но джин начал ребята некоторые скажут но он поставил потом так его убили но да бомба активирована наверно тиммейт заколе ну в общем вот есть враг есть провалена так так мистер макс что у нас вижу соединение кровь который летит на поджим но теперь тесто заедание было до какой-то плохо печально дискорд то я не делай так больше пожалуйста но и собственно я говорил про дэниэля который выходил на поджим он нашел минус этот парень действительно руинит игру сопернику на все 200 а то и 300 процентов у него 8 фрагов уже команде попросту ничего не оставляет и пошел за очередным если он сейчас выйдет на поджим то встретить здесь редлайна саги отсу сидит в ожидании ай какие вот рядышком знали бы вы насколько близко к друг другу и насколько далеко стрэнджер на зиге может быть его задача отвлекать как-то по большей части внимания пока там родлайн пытается провернуть миссию агента 007 через арки но параллельно их тиммейты обрабатывают игру через длину стрэнджеру удалось выключить опорника это был план но размен был незамедлителен это сайгетсу закрывшие редлайна и б-плэнт уже в укреплении до стрэнджеру удалось нести небольшую тмуту да в команду амонита мускари что это будет б-плэнт но это все-таки выход в альпу и сейчас мираж ну здесь у него не то чтобы остаются какие-то варианты стреляться или не стреляться с загаром он пытался сдерживать его внимание как минимум оставшаяся задача тиммейтов втроем провести ретейк оплэнта против двоих соперников 2 хаешки сразу же улетает в мид и минус от загара в очередной раз килиманджаро пытается на колоннах выжить загар трипл килл на приеме ретейка сыграно отлично второй раунд есть в кармане для бигрики ну когда есть да 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 я ждал типа такой байбл вот и аркада отдание но хотя я думал дальше побежит но может быть и сейчас его ничего не остановит неискоешь не смог ничего не видать нашли вернуться обратно исходно посмотрел сейчас арки но актуально в предыдущем раунде до redline просто на контуре прошел его никто не заметил сделал свои дела так скажем агрессивная игра против стрейнджера пока что ничего не принесла лишь только немножко беды в потере двадцати семи господь навернулся живым хорошо рафаэль есть него аркада под центр карты возвращается назад немножко бы обождав этот момент том возможно строительство встретил бы загара который как раз таки со змейки мог бы ему составить кампанию открытие надо него вот и хороший фраг под лайн уходит никуда и сейчас вместе же могут влетать бигрипы рафаэль находит минус и вот уже с разменом то не так и приятно садиться до стрейкласс что можно сказать в этой ситуации мираж кстати к нему гости здесь загар сразу получает по голове проход в упоре флай сволочи пока что не знаю точному местоположению мираж 3 4 говорит где уже стреляют сторону пароча но стрейнджер обошел аккуратненько и вот сейчас если плану бы открыться не ставим но открывается в спину рафаэль он который закрывает соперника и раунд опять же для аммонита мускария и того друзья 41 до 22 до проверка это была проверка это был социальный эксперимент ну что бигрипы куда зачем и почему дэниэль видимо ввиду того что почувствовал уже вкус крови во рту бегает здесь в соло куда-то что-то поджимает зачем непонятно куда непонятно и в конечном итоге его просто убрали с поджима ланга но теперь на его позицию приходится агет су будет ли он настолько заигрываться пойдет ли он на дальнейший поджим непонятно редлайн пока что смещает основное внимание аркадящего игрока на себя но там еще в углу сидит себе спокойненько загар если аркада будет продолжаться то загар сыграет злую шутку с соперником от миража был хэдшот погибки лиманджаро и будет ли продолжение всего этого шествия вроде как под б-плэнд хотят обменялись хаешками флай соло полетел уже на поджим видел раполеона в дом приходит мираж которого сразу же увольняют но и п-плэнд под угрозой здесь уже три соперника и потихоньку атака зачищает оборону с агет су может не успеть не успеть помочь раполеону который сейчас пытался жить на крышу родлайн до него добрался с агет су в ношам тяжелая ноша клатч раунда 1 4 падает на свои плечи одного уже ликвидировал надо ликвидировать еще троих бомба установлена времени катастрофически мало с агет су пытается еще понять как действует соперник но в районе ковров никого не заметил а вот на крыше сидит такой молодой человек под названием redline и раз открытие пачки закончился раунд 4 3 я сдерживался до последнего и вот сейчас говорю пока ты там как раз таки но забавно просто на вышло не успеть я такой представляю рафаэль который в доме ну мы сейчас находимся в ну примерно итальянских итальянские провинции и вот он и паста мамма мия пальчики облизись бонат иди понеслось ну смотри это я у меня сразу же вот какие-то картинки фантазии это здорово и сразу же да кстати как повар к вот с белым от этим колпаком забава здравствуйте ребята всех приветствуем по имбланк россии official на связи с вами максимка и илюшка надеюсь делаем вам приятно мы можем делать иначе приятно наверно ты трогаешь уже нет прошедая патру походу дискорд опять шалит кого ты там трогаешь я за кодом понял понял я просто до этого тебя не слышал потом раз ты трогаешь уже я такой ничего смысле кого нет это не про меня дискорд пожалуйста кисти живи да кельманжара минус на миража мираж хаешки посмертно уже ликвидирует соперника и это выход на аплэнд бомба будет установлена план вместе с дэниелем должны отстаивать интересы своей команды под аплэнд том но дэни или надолго не хватило закрыл одного это был флай соло и погиб но погиб в роли храбреца команды который пытался отстаивать агрессивно позицию не получилось планы репикал не получилось из этого тоже ничего хорошего stranger принимает раполеона их всех по расстреливать до генса остался один который попытался уже ну на чайных парах лететь вперед и закрыть соперника но тоже не получилось и бигри поравняют счет это 44 но и вот здесь весьма и весьма близко друг другу идут ребята и вот четверочка да есть рафаэль продюсса пасу он не видел слышит он тоже не мог так что бизнес вы но однажды здесь аркадий даней как раз таки против него был и флай соло то есть фай соло сейчас на концентрации поэтому но с одной стороны да и он здесь не может удивиться так скажем да не кстати рядом но лайсова говорит то сидите я пошел к пацанам я вернулся ли что на что нет он отошел то вернулся хорошо может быть пока что сами не знают ребята что исполнят и ждут аркада которые могут организовать как раз таки кстати сайдец тоже решил подойти поближе рафаэль вот так сидит но повода нет хотя повод может был бы потому что слишком опасно сидит кажется ну типа не каждый будет топать и даже шифтить примером а сайдец кстати сделал свое шалость удалось а вот и идут дайте посмотреть где где в идет идет рафаэль дождался он просто как не знаю как питом который ждет свою добычу и вот так подошла и он просто слоп прошу 25 перебыв проблем они и не заканчивались так как поджимался детсу находил тебе не вот че и падать stranger и все на плече лимон жарко хаешка практически под себя уважаем но ничего открылся с карбинчиком и там уже максинка илюшка вы лучше ай спасибо победила синяя команда победила синяя команда но и первая половина окончена так отдаю лидера ребятам забирайте решайте разбирайтесь что там кого там куда там но и все же все же как бы я там не пытался запугать ребята кто что ой карта прованса монета мускария сейчас пойдет там чувствовали себя превосходно да в какой-то момент 3 1 и такие ой 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 а вот это вот уже неприятно но в следующий же момент 4 4 счет на табло и здрасте приплыли не получается ровным счетом ничего у команды амонита мускария небольшой перезаход опять же зажигалочка команды амонита мускария погас в какой-то момент это же дэниэль хоки когда он чувствовал игру чувствовал эту волну летел по ней он собирал восемь фрагов за сколько за два раунда да он там казнил за три что в этом районе но в любом случае прилично уничтожал своего соперника на каждом раунде и стоило дэниэлю потерять нить игры то собственно все разрушилась бомбардира не было замены зажигалки не было дэниэль сейчас отписался что он выйдет на перезаход мол у него лагает но будем ждать хорошо посмотрим после перезахода поможет ли ему это причины могут быть конечно разные не знаю я сейчас говорю что-то очевидно это там не знаю всякие приложение которые у вас открыт всякое может быть не знаю браузер вдруг открытый и на втором экране к примеру идет какое-то видео мира то она тоже использует ресурсы компоктера правда ну да в поимбланке на самом деле ну ну такого как я некоторых общался но тоже этот зависит просто от видеокарты на нагрузка на видеокарту многих ну у кого как в общем зависимости от видео как я уже сказал у меня на 287 и там она до 20 доходит процентов не больше вот но не с некоторыми ребятками общался у меня грит на 100 сразу же вопрос а как у тебя у меня 750 такое ничего страшного в этом нет просто видите суть и допустим можете не хватать у кого-то может в сотку бьется то задумайтесь хотел я сказать что нынче еще можно купить ну хотя наверно можно какие-то старого поколения в дюхе еще наверно можно по адекватной цене просто новое кстати подожди ну что-то немножко может быть офф-топа но с другой стороны тема многих интересующихся интересующих особенно мистера макса который говорит триколятые майнеры погибнете но может даже уже актуального ждать 4000 линейку гуглю по своему замечательному городу о котором мало кто знает в надежде что там что-то есть да не конечно сейчас подожди графический процессор а не ладно тут одна 3080 показать вот после этого можешь вообще ничего не говорит я в принципе все понял рынок пробил дно все до свидания ну может ты таки ты хочешь услышать цифру но давай давай 3 0 8 9 9 9 и я такой чё это за тридцать восемьдесят но это какой-то бокс но тут с охлаждением а это кстати может быть даже внешний блок для ноутбуков может быть для переносных компов но все равно но еще надо охлаждение отдельно ну да кстати это да ты просто по сути переносной блок это понимаем на 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 да 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 превращают ваш ультрабук в игровую платформу спасибо за 309 тысяч положу следующего поколения нет но это печально это просто печаль беда обида грусть самое обидное что я начал заниматься обновлением компьютера на составляющих компа самый разгар ну как самый разгар в самом начале вот когда только только начал биток там выживать потихоньку вверх расти и так далее и максим такой а давай обновим комп я уже себе сетапчик подобрал губу раскатал и потом как все взлетит рынок просто на дно свалится и видеокарты по 300 тысяч и ты такой спасибо я лучше первую из нас за квартиру сделают до свидания с вашими видеокартами ну вот ладно у нас есть возвращение долгожданного игрокам и вторая половина на второй карте прованса бигриппы против команды амонита мускария которые сейчас попытаются в атаке доказать что на этой карте они действительно крайне неплохи но первая половина в исполнении бигрипов пока что пытались нам сообщить об обратном там 5-4 они разыграли с учетом того что амонитори мускария находились на лидирующих позициях сайгетсу погулял там где-то на длине посмотрел что под аплантом происходит смещается сейчас в мид но тиммейты уже окружили б-плент и кажется готовы нанести удар так но возможно план там где-то кулял о том что ребята чуть 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 подождите сейчас там у меня пикает чел возможно я убью на на самом деле это там была возможность но пока фрага нет но время то ходит и что-то делать надо вот открывается он просто сидит окей где хаешь не сходишь на годах нас подручнее нот а и вот есть план это хаяф плент него рядом тиммейт будет кстати офлай соло тут надо подвигаться будет давайте даже посмотрим за ним летит за шиверт и тут и там как страшно и не и вот хаешки максимально раскрыли себя отличнейшим образом раскидали ребята просто места свободного неба на этих позициях потому что наружу везде и боль и вот загар один суете тут бегает что-то пытается сделать но выбить четверы невероятно сложно даня хочет сильно помочь походит за ехать но тут уже загар там кнопочках запутался немножко и он погиб раунд для мухоморчика ну что мухоморчики надо повторять надо отрываться от соперника все дальше и дальше кажется что б плент в очередной раз становится прицелом для соперника проход уже есть на бетон здесь к слову поджим еще и от эрэдлайна который уже выжидает оппонента дропается под бетон находит там минус даже находит даблкилл съел и дэниэль и плана не наелся судя по всему полетел дальше искать соперника это был рафалион но до этого парня уже не дошло смещение цайгетсу должен возможно сейчас отвлечь внимание но оборона попросту отходит назад они так глубоко сейчас на зигу не играют просто стоят под б плентом и ждут открытия оппонента цайгетсу посмотрел ситуацию с арок посмотрел если кто на кухне никого там не заметил но тиммейтом в любом случае надо проходить цайгетсу без них не справиться с выходом под б плент нет он конечно может попробовать заскочить там в дом постреляться с флайсола условным или килиманжаро поставить кому-нибудь хэдшот тем самым ослабить немного оборону и позволить тиммейтам пройти но кажется что здесь и сейчас соперник не позволит этого сделать рафалион зашел на секрет смотрит еще на крышу в надежде что хоть кто-нибудь откроется посмотреть на него но там никого нет хаешечку будет сейчас между килиманжаро и флайсола закинуть ай как будет весело и вкусно но видимо осколочные гранаты уже а нет есть там у миража и усайгетсу они раскидывают как раз таки хаешку только вот хаешка миража куда-то полетела на что они именно там сидят мне она прямо за текстуру улетела за карту дело и заходит здесь ловушка получается захлопывается но она захлопывается для одного а дальше уже шалость не удалось и вот два в один стрейнджер топа эта информация по нему это слышит с агетсу страшно вот так вот подниматься хотя пока стреляет вроде бы как и можно стрейнджер увидел не увидел непонятно время ничего кроме поставить сейчас не было возможно рафаэля открытие слышно было дома инфа есть по одному и 2 но здесь уже до этого речи эти не может потому что бюлдропа сагетсу смелый выпад но кто не рискует не пьет шампанское где где сагетсу опять на длине опять в гордом одиночестве но этот парень стоит отметить что выполняет довольно большой объем работы для своей команды может быть и начинает где-то в тени как ассасин скрываясь чтобы служить солнцу но в любом случае удается ему ловить отличные тайминги в момент выхода команды правда вот сейчас redline решил немного поэкспериментировать мираж такой куда ты куда крадется где ты посмотри на него красивый какой и сразу же вырубил но нет redline не смог поджать килиманджаро вот может быть если бы этот выход был под действием килиманджаро который отвлекал бы на себя внимание миража тогда да возможно redline был бы успешен в своем проходе но кто ж знал кто знал что он там сидит да предположить можно было но чтобы настолько скоординировать действия против одного игрока в миду но было немного сложно сагетсу выжидает очередной момент для себя и тиммейты опять же начинает проходить под пэм но здесь флай соло уже просек фишку где играет сагетсу откуда он идет и в первую очередь пошел проверять выход на арки сагетсу там и погиб раскидывается гранат и пришло на укрепление под б-плэн килиманджаро уже дома пытается остановить заход через зигу но план ведет довольно обильный огонь по дому но правда при этом оставил килиманджаро не тронутым только в момент смещения изменения позиции килиманджаро был урон дэниэль закрывает флай соло б-плэнд вроде как трещит по швам но по-прежнему не упал а это и не было в планах команды аммонита мускария которые сейчас уже играют на рокировку под а плэнд так стрэнджер все откидал просто но и сейчас на некоторый промежуток времени то остановил атаку который ничего другого кроме как прорываться дальше не остается летит к ерунде с отрезать игроков дань врывается дело два фрага стрэнджер остался один патрон выжимает сейчас и мираж находит враг нужный для завершения два раунда двойное преимущество на экране засветилось для ребят 8 чипыря и вот сейчас игра в которой чувствует себя уверенно аммонита мускари но определенно в итоге игра пошла по-другому они опять же вот эта работа с б-плэндом они до этого пробовали пробовали играть через б-плэнд хорошо получалось но у них при этом был сайгетсу который всегда выходил через арки в прошлом раунде сайгетсу сразу же подловили закрыли что они сделали они не пошли дальше ломиться под б-плэнд они там немного пострелялись выключили несколько игроков и перестроились по направлению а плэнта опять же возвращаясь к теме того что аммонита мускари чувствует себя неплохо на карте прованс но и в прошлой половине не стоит забывать то что у них дела шли очень неплохо и в какой-то момент бигрипы просто по щелчку пальцев перевернули абсолютно весь исход есть поджим от редлайна на выход зиги и здесь же был план который пытался остановить соперником но оставил его невредимым раполе он выходит на перестрелку и за жизнь плана поплатил со своей головой флай соло родлайн поменял точку и сейчас ожидает уже оппонента в районе ковров это он подлагивает или меня как-то дергает просто мы такие детки ранее может быть меня все-таки или тебя ты не ответил на вопрос не видел про родлайна говорил но сейчас он вроде бы уже все сейчас он на коротко проходит вопросов нет но пока живой двигатель там а плент вроде разогревается он это он да там раскидывают а плент минус от миража и рафалиона еще одна хаешка прилетает загара на загар ее смог заявить правда при этом выхода под а плент не было они хаешки раскинули нашли на этой гранате минус и просто уходят теперь под б-плент у них нет стопроцентной уверенности в том что соперник уже оставил эти позиции мог все же они об этом грубо говоря догадывались и аккуратно проходили так сказать доверяй но проверяй проверили позиции склада там находился килиманжаро его там и оставили остался загар соло открытие на сайгетсу и сайгетсу ставят все-таки точку в этом раунде опять же в нужное время в нужном месте сайгетсу молодец четвертый раунд для команды аманита мускария это значит что либо прямо сейчас бигрипы включаются в игру и пытаются добыть там условные овертаймы для себя либо аманита мускария ставит крест на оппоненте нормальный хае грит мираж это что такое грит он крайне недоволен тем что происходит ну сейчас буду кидать свои хае летящие я держусь мираж открылся на загора и наоборот и кстати разменялись личных а я пока еще одна сейчас забивает до смерти стрэнджера лай соло включается под аплент и тут как-то непонятно вроде бы бежали в аплент но относительно и что-то как-то и рафаэль который выходит на него сейчас оставит моментально пачку 2 в 4 немножко в панике а вот он один и что-то вот как-то вот сейчас у мега неприятно но в какой-то момент казалось то что килиманжаро должен сыграть роль в этом раунде ты посмотри на флай соло который открывается уже на даблкил и говорит куда начали выходить в лобби я еще живой я готов казнить я их приговор и я их палач говорит вай соло открытие на рафаэльона говорит да 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 расскажешь мне потом да есть минус от рафаэльона но опять же рафаэль он сыграл все таки очень неплохо в завершающем раунде но и в целом амонита мускаре на второй половине казались максимально сплоченным максимально индивидуально подкованным коллективом они все выполняли свою роль и выполняли и не то чтобы там беззоренький какой-то еще что-то в этом роде выполняли четко вот как будто бы была какая-то конкретная инструкция они действовали под б-плентом потеряли сайгетсу окей мы немного выходим зиги поддавим немножко б-плент развернемся уйдем по направлению там а плента и так далее сайгетсу понял то что его начали ловить в миду сразу же поменял свой плейстайл во многом командам этого не хватает в какой-то момент просто переключаться от привычной для них тактики некоторые коллективы пытаются повторять одну и ту же строту которая может быть не получается или получается с какими-то перебоями постоянно в одних и тех же позициях в одних и тех же таймингах одними и теми же игроками в конечном итоге все это для них заканчивается печально но в этот раз намешав все вот это вот между собой в грубо говоря колбе вот представим колбу куда команда монета мускари смешали несколько химических элементов это тимплей четкий план действий при истечении той или иной ситуации индивидуальное исполнение и как результат в этой химической реакции реакции у них получился шикарный раунд шикарная половина но и карта которая отправилась к ним в копилку поздравляем их с победой на этой карте но матч был максимально равен ребята старались но дожать первую карту к себе не смогли так что это один-один опять же победила дружба но у нас с вами на этом все мы будем прощаться сейчас потихоньку еще кадянским вас отдарим в чатик и подведем еще итоги поставок нашим замечательным которые на 10 4 у нас так стоп так 10 4 10 4 прованс 3м 3 аритом 3м нет такой ставки собственно значит вас на завершении трансляции ожидает два кодика один в чатик я уже отправил на 50 активации и 2 на одну активацию подчеркиваю на одну активацию илья выведет к вам на экран так что кто первый успеет тот и пополнит свой инвентарь донатом 7 дней на сегодня все большое спасибо что вы были с нами мы будем в эфире еще всю эту неделю вплоть до воскресенья расписание в группе pb и спорта все как обычно поэтому подписывайтесь и на группу pb и спорта и на наш канал чтобы вам приходили оповещения о старте нашей трансляции также не забываем про дискорд канал который у нас открылся уже и активно ведется нашими модераторами и администрации проекта поэтому заходите смотрите и принимайте участие там в конкурсах общая общайтесь и ищите тиммейтов у микрофона максим чефтерентьев илья севехайдаров пока всем спасибо и до завтра ребят а